С Женей Гаранчевым уже, можно сказать, сыгранный тандем. Побеждали еще на чемпионате Европы. Насколько комфортно с ним выступать было? На чемпионате Европы мы не побеждали. Я побеждала с Антоном Пабиковым. Это была первая эстафета-сингл, и мы выиграли ее в Тюмени. С Женей, да, действительно, мы очень много уже пробежали эстафет. Я уверена в этом, напарники своем. Я думаю, что у нас отличная команда, которая может бороться. Мы уже доказывали, в этом сезоне мы с ним два раза бежали. Могли бы и третий пробежать, просто в Увате немножко там у него были проблемы, и он не смог стартовать. Сегодня больше на себя рассчитывали или на парников? Я старалась отработать максимально сама, ни на кого я не рассчитывала. Никакой ответственности на себя или на Женю я больше не надеялась. Я просто старалась сама максимально отработать. Ну и была уверена, что Женя справится. У вас хорошая стрельба получилась? За счет чего удалось такого добиться? Ну, я, в принципе, всегда хорошо стреляю, поэтому я думаю, что сегодняшняя стрельба ни для кого сюрпризом не была. А если в целом оценивать сегодняшнюю гонку? Что удалось, что не удалось? Я думаю, что гонка была достаточно очень хорошей, стоя единственный рубеж, который меня, наверное, немножко эмоции захлестнули. Я погналась, хотела быстрее отработать и, в принципе, чуть-чуть не доводила, и поэтому допустила промахи. А так, в принципе, я довольна и ходом, и стрельбой, потому что девочки вроде не приближались по дистанции, но и на стрельбе у меня хорошо все получилось. Ну, в целом, вот победа, она как-то окрыляет перед последними стартами на чемпионате России? Ну, в первую очередь, я рада за регион, потому что мы принесли золотую медаль в копилку региона, плюс, ну, Евгений порадуется, я порадуюсь, потому что все-таки это чемпионат России, это ответственный старт, это главный старт в сезоне. И я думаю, что это просто хороший бонус и хорошее настроение для дальнейшего чемпионата. Чемпионат России золотая. Какие настроения? Рассчитывали ли, что в этой гонке именно вам больше всего улыбнется удача? Спасибо, конечно, за продолжение, да. Не хотелось выпускать золотую медаль, потому что мы с Викой в декабре на Кубке России выиграли тоже ее, и достаточно так тоже очень здорово прошли свои этапы. Ну, и здесь тоже желание было побороться и занять призовое место, победить. Стремились к этому, и получилось. Хотя здесь и конкуренция была повыше, потому что выставили все практически своих самых лучших спортсменов. Вот, ну, я доволен гонкой, только последним рубежом немножко недоволен, а в целом классно, что выиграли. Что случилось все-таки на последнем рубеже? Ну, что послужило штрафным пугом? Ну, это волнение в первую очередь, потому что я понимаю, что много сзади далеко находится Максим зданий, и просто не доработал последний рубеж, попытался быстрее убежать, потому что хотелось это преимущество сохранить, и вот это сгубило меня. Сегодня вы на подиуме с Викой. Максим Светков с Катей Юрловой. Ну, кажется, что сингл-микс больше подходит опытным спортсменам. Ну, смотрите, Данил с Евгением тоже заняли третье место, причем у Евгения были проблемы со здоровьем, там, с зубами, и они с Данилом также прекрасно пробежали. Но здесь какая-то, наверное, все равно присутствует удача, ну, и даже нервозность, то лучше справиться психологически, то, скорее всего, и побеждают. Вы не собираетесь заканчивать? Будете в следующем сезоне нас радовать? Я думаю, да. Как останется для себя этот сезон? В целом, удовлетворительно, но на многих стартах пришлось не участвовать, потому что непонятная какая-то ситуация, либо какая-то болезнь перед стартом, прямо ночью. У меня на Ижевской винтовке я уехал из-за того, что я просыпаюсь в 5 утра за день до тренировки, и меня занабит, у меня температура 39,4 была, как бы ужасная. Меня просто всего трясло. Выпил Максиколда, то есть она спала, 4 часа прошло действие препарата, опять пришлось принимать, потому что опять температура поднялась до 309. Ну и потом, где пропускала летом, тоже, видимо, приходила какая-то, наверное, хорошая скорость, то есть был уже на пике, можно сказать, как у нас говорится, наверное, своей соревновательной. И что-то вот постоянно со здоровьем подводило. С коронавирусом у вас были серьезные проблемы? Ну, серьезных не было. Поза в том году, то же самое, при переезде с... мы ехали с Уфы в Ижевск, на Кубок России, и там я поймал, да, подтвердился коронавирус и уехал домой. Пришлось даже дома от семьи переехать в комнату, и только супруга приходила, переносила кушать. И на упражнение 14 дней, получается, сдавал тесты, и они были положительные. И после 12-14 дня он только был отрицательный. Но там проходило, протекало все, можно сказать, в слабой форме. Там два дня температура поддержалась, и все. И потому что был вакцинирован, ревакцинирован, постоянно ставлю прививки от гриппа каждый год. Но может, это и спасло, что осложнений таких, в принципе, не было каких-то осложнений. В следующем году хотите в сборную Тюменской области также сгенерироваться? Можно назвать, что эту сборную для вас идеальным вариантом сейчас? Сборная региона, да, потому что я не думаю, что в сборную, в сборную страны, скорее всего, вряд ли меня возьму, потому что все думают, что возраст это какое-то ограничение. Но в сборную Тюменской области я готов тренироваться, потому что понимаю, что у нас и молодых спортсменов, и они тянутся. И как бы я всегда говорю, что никогда нету каких-то вершин, которыми ты, допустим, остановился, и дальше не совершенствуешься, но совершенствоваться можно вершин. В основном чемпионат России. Какие впечатления, эмоции, что понравилось? Ну, в общем, да, как всегда, все нравится. Ханты-Мансийск, это, я считаю, что вообще лучший стадион в мире, поэтому организация, и слава богу, что погода наладилась, поэтому все супер. Я сегодня первый день, поэтому очень наслаждаюсь гонками. Болельщики, вот насколько их много? Все-таки кажется, что, ну, человек 300, наверное, могло быть побольше. Могло быть побольше, но сегодня рабочий день, я думаю, что на выходных будут полные трибуны. Тебя узнают в Ханты-Мансийске вообще, насколько пользуешься популярностью до сих пор уже после окончания карьеры? Честно говоря, не обращаясь сильно на это внимания, все мое внимание приковано сыну, ну, да, узнают, ну, как бы, в Ханты-Мансийске просто уже все привыкли. Из результатов, кого бы сегодня отметила, кто понравился так, если по выступлениям? Ну, конечно же, тюменская команда ожидаемо, что выиграла, вот, ну, а так, и, конечно, я хочу отметить Катю Юрлова. Она молодец, боец, до сих пор бегает и не унывает, и еще и обыгрывается. Ну, и последний вопрос. Вот что, думаешь, по поводу решения МОК допускать наших спортсменов в каком-то там странном статусе? То есть, то, что должны отказаться там от службы в армии, там, от всего, и осудить там спецоперации и прочее? Я думаю, что ожидаемый результат от МОК, я думаю, что это не последнее, я думаю, их решение, а там уже принимать решение руководителям федерации, самим спортсменам, отказываться от военной службы или отказываться еще от чего-то. Поэтому, конечно, ситуация очень печальная и очень жаль, что так происходит с нашими спортсменами, с нашими молодыми спортсменами, которые так, может, и не удастся им попасть на Олимпиаду. Поэтому будем ждать решения. Спасибо. 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 Спасибо.